У нас есть своя промышленность, хоть и очень приведенная в нехорошее состояние, но она у нас есть, ее можно возродить и нужно только правильно распределить планы. 96-е вполне могут сейчас летать за рубеж и обеспечить, как и Роман говорил, очень сильно упал пассажиропоток в разные страны. Кто будет заниматься тем, что сможет создавать нашу технику? Ничего не поделаешь, но ситуация немножко другая и в нашей промышленности, и в перспективах восстановления парка воздушных судов. Дело в том, что, ну допустим, мы найдем эти 9 ИЛ-96, вопрос, они были законсервированы, они вообще на каком, на хранении находятся, в каком состоянии? Они были, они в ВАСО стоят, ну что не факт? Мы знаем, как у нас консервируются многие, и также из них потихоньку одно свинтит, второе свинтит, третье свинтит, двигатели, а там приходишь, а там уже пол самолета нет. Это реальность, это первое. Второе, завод Воронежский, ВАСО, вот он производит там по одному самолету в два года, даже если они напрягутся. А там, вы знаете, вот бумажная документация на ИЛ-96, это вот это вот помещение, в котором мы сейчас находимся, до потолка. Это бумажные чертежи, то есть все по старинке, все на коленке. И вот эти самолеты, от начала его сборки и производства первых агрегатов до конечного самолета проходит два года. Даже если сейчас они вот прям кинутся, напрягутся, то только через два года мы получим первый самолет, ну в лучшем случае два самолета. Потом еще через год два самолета. Ну, какие перспективы при таком самолетостроении? То же самое и Ту-204. Был прекрасный опыт в конце нулевых, когда компания Иллюшин Финанс разместила заказ на Ульяновском заводе на 10 самолетов. Проплатила. И завод вовремя не сдал ни один самолет. И тоже больше двух самолетов в год, они прям вот из кожи лезли, они выдать не смогли. Потому что все делалось по старинным технологиям, стапельная сборка, бумажные чертежи, все на коленке, все на токарных станках. И такой авиапром восстанавливать, это все равно, что пытаться сейчас возродить ламповые телевизоры. Комплектующих никто сейчас не производит, всей этой номенклатуры нет. Ни для Ту-204, все единично делается по индивидуальному заказу, серийных производств нет. А надо понимать, что кроме сборочного завода, еще сотни предприятий, которые производят огромную номенклатуру изделий для этой сборки. И сейчас этих производств, этих номенклатур на этих предприятиях нет. Да и многих предприятий уже давно нет. Поэтому идти по пути, тот же Ил-114, в том виде, в котором он был, так он в Ташкенте производился. Его в России никогда не производили. Да, он наш самолет, это Советский Союз, его там производили и перестали производить. Потому что двигатели были крайне ненадежные, были возгорания, были очень неприятные случаи. В итоге просто приостановили производство этих самолетов. Да, там они летали в Ташкенте прекрасно, но благодаря американским двигателям, которые туда... Никаких возгораний там не было. Там просто взяли американский протуитник, как более экономичный. Нет, не правда. В авиакомпании «Выборг» было два случая возгорания, это есть во всех документах. Так что здесь давайте не будем спорить на этот счет. Теперь что получается? Восстанавливать тот старый авиапром, это самоубийство. Это просто расстражирование денег. Да, «Суперджет», он действительно весь собран из импортных комплектующих. Но работа под, скажем, замене этих комплектующих на отечественные, она ведется. Уже ведется еще до всей этой истории, она велась. Я думаю, что в ближайшие два года реализовать этот проект с полностью отечественными комплектующими вполне можно. Плюс двигатель «ПД-8», который уже стоит на стендовых испытаниях. За два года, я думаю, если вот сильно поднапрячься, может быть, можно и даже сертифицировать его. А производство «Суперджета» уже вполне реально в размере 40-45 единиц в год. Вот вы смотрите, там два самолета в два года, а здесь 45 единиц ежегодно. И действительно он производится. И завод уже серийное производство, смежное, все для этого мощность есть. Хорошо, но вы забываете, что тех же комплектующих для этих 40 самолетов нет. Их только надо еще разработать. Если эти уже разработаны, и их можно ставить. Их никто не производит. Они производятся, потому что летают в спецотрядах эти самолеты и все. Единичные. Значит, единичные, но надо развивать и это раскручивать. А если мы не будем наши комплектующие раскручивать, потом, когда у нас сейчас будет хотя бы на чем летать, на сертифицированных машинах, можно дальше идти там и по замене у Суперджета и все. Но вот резко сейчас мы этого не сделаем. Вот, например, смотрите, самолет Ту-214 или Ту-204. Мы понимаем, что это вчерашний день по-любому. Значительно проще. Вот, кстати, по поводу самолета МС-21. Самый современный самолет. Прекрасно. МС-21 самый современный самолет. И неправда, что он весь состоит из импортных комплектующих. Разработчики систем, ключевых систем, наши отечественные. В производстве, да, они используют отчасти и импортные комплектующие тоже. В производстве изделий, разработанных у нас, сертифицированных у нас, все авторские права принадлежат нашим производителям, а комплектующие используют, в том числе и импортные. Их надо заменить на отечественные, либо на аналоги из третьих стран. У этого самолета есть отечественный двигатель ПД-14, уже сертифицирован, уже на крыле. У него абсолютно отечественное крыло, тоже уже импортозаместили. То есть надо всего лишь сейчас развернуть производство этого серийного, современного, абсолютно современного конкурентоспособного самолета. Вот это перспектива. И он строится, он производится не на токарных станках, а на пятикоординатных центрах, где цифровые чертежи, где один станок за час может сделать деталь, которую токарь делает в течение десяти смен. И лучшего качества. Один станок заменяет работу целого цеха в течение суток, за час. Понимаете, то есть сама технология, которая в нем заложена, они позволят выпускать массово этот самолет. А Ту-204 мы никогда не сможем выпускать массово. Либо надо нагнать, как в Советском Союзе, на десять заводов, десятки тысяч сотрудников. И тогда, может быть, 150 самолетов в год, мы когда-нибудь лет через 10 начнем выпускать. Но, извините, у Боинга два завода всего. У Аэрбаса тоже два завода. Значительно меньшим количеством людей на меньших производственных площадях они производят Боинг более 600 узкофюзеляжных самолетов в год. 600. 600.